Всем привет, наши друзья, наши товарищи. Посмотрите на нашу компанию. Вот эта наша компания приехала сдавать тесты. Маску одень, ты в клинике находишься. Я на меня где-то. Слушай, Юра смотрит, моготочки. У Лены синие, у меня вот такие. Я говорю, у кого лучше? Она говорит, у Лены, ведь они же под джинсы синенькие. Всё, друзья, вышли мы на улицу. Сдали мы Архимед, медицинский центр. Значит, нужно было сдать анализ за 70, не позднее 72 часов до въезда в страну. Значит, получается, мы хотели сдать вчера анализ. Посчитали, что когда мы прилетим, уже пройдёт не 72 часа, а 75 часов. Поэтому мы высчитывали. Анализ делается 3 дня. Ну, сказали, не волнуйтесь, если что, на второй день. Ну, обычно практика. Сегодня сдал, завтра готов. Ну, будем надеяться, что мы успеем получить. Если не успеем, то будем сдавать экспресс-тест в аэропорту. Ну, обычно успевает. Вот главное, чтобы всё хорошо прошло. И вот клиника ещё вам показала Архимед. Сейчас Юра выйдет. И поэтому вы нашу тайну уже знаете, что мы летим. Нас летит четверо. Наша команда Лена, Ваня. У Ванечки пока каникулы. Видите, в школу ему 18-го числа. Поэтому, пользуясь таким моментом, в общем, решили, решили, уговорили Юру съездить. И, как говорится, окунуться в другую атмосферу. Хотели, конечно, рассматривали Египет. Но Египет лететь через Стамбул, ребёнку это не есть хорошо. Вот. Поэтому выбираем для себя оптимальный путь. Оптимальный путь – это, конечно, Турция. Ещё хочу сказать вам, пока жду Юру, что здесь у нас брали мазок только с горла. Это гематез. Гематез, да, по-моему, называется у них лаборатория. То, что сносы даже ненужные анализы, стоит дешевле всех в Зеленограде. Это стоит 2000 рублей. Вот Архимед 2000 рублей. Мы по приезду сдавали за 2800. Я не знаю, когда мы приедем, если всё нормально, будет всё хорошо. Если будут хорошие анализы, то сдавать будем, конечно. Попробуем сдать в бесплатной поликлинике. Ну, получится, не получится, сдадим. А может быть, сразу вплатно. В общем, будет дело видно, что Юра никак не выйдет. Заздавался тест. Юра самый ответственный. Он взял кода, распечатал, ждал. Все уже убежали, а я нету, нету. Все бросили меня, и все бежать. А я ответственный. Я не могу так просто относиться к поставленной задачи. Так, мы ладно, Москва. Я не могу, тяп-ляп. Тяп-ляп. Так, поехали далее. После того, как мы сдали тесты, не знаю, удачно, неудачно. Надеюсь, что удачно. После этого решили мы это дело отметить в Макдональдсе. Ну, честно, ехали мимо Иридиума. Лена вспомнила, что ей нужно кое-что купить. Я вспомнила, что мне чехол не мешало обновить. Поэтому мы приехали в Иридиум. Очень удивительно, что машин сегодня очень мало. Обычно здесь в выходной не протолкнуться. А сейчас видно, что автолюбители отдыхают дома. Юра тоже без машины чувствует себя сегодня хорошо, да? Комфортно. Комфортно. Еще не выходной. Идем. Ну, Юра, пойдем сначала в Самсунг, да, зайдем. Потом в Литуаль зайдем. Йота. Мы раньше Йотой пользовались, интернет. Но она у нас на даче. Мы покупали ее исключительно, чтобы на даче пользоваться. Но на даче, помнишь, связь такая была плохая? Так, пойдем посмотрим чехол на мой телефон. Друзья, все, на свой Самсунг уже чехол. Нет, я оригинальный чехол купить не смогу. Только заказывать по интернету. Ладно? Обойдемся тем, что есть теперь. Что теперь? Нет, значит нет. Шли в Лориаль. Сейчас я куплю себе жидкую подводку. Видите, какие тут косметички. Везде скидка, скидка. Все уже все набрали. Вот наборчики тоже с карандашом. Так. Смотрите, с косметички, тени было. Уже с такими скидками. Так, я сейчас тебе куплю обычную подводочку. Хочет поехать с вами с Самсунгом. Завтра, да, поедешь? Разъем надо поменять. Там вот это разъем. Маска, да, я вчера натира маску неудачную. Пришла домой, вся аллергия прямо от маски пошла. Так, зайдем в цацки, Юра, ты любишь. Давай. В цацки где? Любимое тело, смотрите. Лена смотрит цацки. А Лена без цацок никогда не выходит. А Юра всегда комментирует. Просто посмотреть могу. А Юра сразу. Просто у тебя не получается. Слышу, у тебя просто не получается. У меня все получается. Пойдем. Вот такие тебе пойдут. Прикинь, Юра, Лена, какой коварный. Вместо поплавков. Смотри. Выбрала? А где Ваня? Лен, вместо поплавков не хочешь вот такие. Смотри, какие красивые, Юра. Смотри, какие. Сколько стоят такие? 240 рублей. Ну, они оригинальные просто. Ну, да. И недорогие. Юра ничего не понимает. А вот такие с камнем. Вот такие. Ну, не, я просто, они тяжелые. А твои синие тяжелые, да, были? Тяжелые, да. Потом уши за время. Пойдемте в Мак. Понимаешь ты, Юра, женской красоты? Слышишь? Цацки не понимаешь. Это не женская красота. Это красота изделий из чего? Из золота? Из берюльки. Берюльки. Не золото. Берюльки. Душа любимая зона. Макдональдс, теремок. Ты будешь что-то в Макдональдсе? Я, наверное, блинчик не хочешь в теремке? Не, я не хочу. Я хочу... Коктейль? Да, коктейль. Или ролл, да, с креветками? О, макфури. Макфури. Ну, давай. В Макдональдсе кофе, капучино, мороженое. Вот такой ролл. И вот Ваня не стал с чикеном есть. Сейчас подумаем, кто из нас ест. Мама всегда говорит, о, говорит, я вижу, как вы худеете. Как всегда, говорит, видео с Макдональдса. Вкусно мороженое, Юра? Ну, я уже показала, что в любом случае, в любом случае, это самое отдельное в Макдональдсе. А что это? Макфури. Это мороженое такое. С шоколадом, с карамелькой, очень вкусненькое. Одно из самых любимых моих. Ладно? Покушаем, поедем дальше. Какая бы мне подошла шапка? Вот такая белая, но норку я не хочу. Дай-ка пойду, посмотри. Какая бы? С полями. Юра мне предлагает с полями. Скажешь вот про эту, с очками. С очками? Ну, если мне очки такие, без шапки. Она кожаная, кстати, сбоку. Без шапки. Очки без шапки. Ладно, поехали вниз уже. Лену внизу подождем. Я буду пилотом. Пилотом. А я не летчик, да? Так, нам, Юр, с тобой ничего не нужно в магазинах, нигде, ни цацки, ничего. Уходим? Да. Третьего. Так, идем с Юрой. Юра, как всегда, вчера мы шли за мышкой. У нас был визит. Ты за кошкой? Сегодня идем за кошкой. Но за кошкой это имеется в виду, что у Юры мышка. Как оно? Да нет, у меня динамика. Гнездо, гнездо шатается или что там. У меня динамик хрипит. На ноутбуке хочу узнать, можно ли это сделать, эту неисправность. Позвонили, там официальный центр Самсунга в Москве на Тверской, 22. Они объявили космическую цену. Ну, и цена, и ехать, они сказали, три дня будут делать. Это так они просто сказали, я честно говоря. Ну, в общем, в итоге Юра идет, несет ноутбук, а Оксана идет красоту срочно наводить на ногах. Хотя Юра абсолютно не понимает, зачем делать маникюры, педикюры. Да, Юль? Да, это далеко до мимо. Далеко, ладно. Ну, а мы идем, потому что нужно все успеть, все сделать, подготовиться, как говорится, к отъезду. Ну, и прогуляться. Ну, и, конечно же, прогуляться. Папа сказал, скользко, но я не вижу, где здесь вообще лед. Уже все потеплело. Все потеплело, лед растаял. И, конечно, увидимся еще сегодня с мамой. С мамой будем как всегда ходить. Мама говорит, вот ты уедешь, как я буду ходить скучно одной. Я говорю, скучно или не скучно? Движение – это жизнь. Так что, такие дела. Все, друзья, красоту навела. Смотрите, какие у меня брови. Брови могучие. Ага, звоню маме. Мама такая только встала. Ну, что, ходить пойдем? Я ей говорю, Анна. Да нет, что-то неохота. Папа сказал, что там скользко. Я говорю, нет, нет, там совсем не скользко. Я говорю, ладно, у тебя есть 10 минут подумать время. Мама перезванивает. Ладно, все, встречаемся через 10 минут на бульваре. Видите как? Вроде и не хочется, а нужно, видишь, молодец, заставляет себя. Так что, друзья, тоже, кто не хочет, заставляйте себе. Потому что, о, у нас как всегда стреляют. Стрелять, наверное, будут еще долго. Ну, до самого... О, смотрите, до самого старого Нового года. Вот, сейчас вам покажу. Видели? Такие у нас красивые салютики пускают. Ура! Саля, такой дорогой салют. Не, просто я знаю, сколько стоит пиротехника. Самый-самый слабенький, там тысячи три-четыре. А такие, наверное, тысяч двадцать пять, мне кажется. Ну, двадцать. Один отзыва... А, вот этот маленький был. Не успела вам показать. Прям чик-чик-чик и все уже. И отстрелялся. Так, все, друзья, зашла за мамулей. Мамуля, почему ты хотела сферонить? Сферонить? Не охота, да? Не охота, немножко голова как-то поболит. А давай мы здесь с тобой далеко не будем ходить сегодня? Ну, и папа говорит, без фанатизма походить. Чуть-чуть, да, хотя бы полчасика. Ну, да. Ничего, пройдет. А погода, голова болит. Посмотрите, какая погода. Вот теперь. Сегодня днем шли лужи по колено. Вот вам. Ну, немножко сходзит. Вот, не как вчера. Ну, не, ну, сейчас чуть-чуть к вечеру подморозило. Мы сейчас с тобой спустимся на бульвар. И там хорошо походим. Как на улице многолюдно, да? Около елочки. А на каток, смотрите, очередь. Очередь, очередь. А потому что потеплело. Видишь, погода хорошая. И все вышли. Все прямо. И снег, да, такой новогодний идет? Да, новогодний снег. Красиво. А бульвар красивый, конечно. А Кристина говорит в Ахе. В 31-го даже, говорит, гулять не ходили. Холодновато было. А у нас просто прелесть. Да, ну, должны быть хрещенскими морозами. Ну, надеемся. Смотрите, друзья, уже все краснощеки. Да, розовые. Кто не хотел идти, ну, посмотри, сколько километров прошло. Тот, кто не хотел выходить, говорит, у меня брови сделали. Смотри. Поднимите мне брови. Но они смоются, смоются. Буркалы, поднимите буркалы. Кто не хотел выходить, сейчас нам скажут, сколько прошло. 10 тысяч километров 6600. Ну, так не видно. Да, ровно 10 тысяч шагов. Ровно прямо шаг в шаг. 1 час 28. Ну, тут не видно. 6600. Так что, молодец, мама. Видите, как важна компания. Важна компания. Как важна коллектив. Да. Да, коллектив. Ладно. Погода прям такая изумительная. Хочется ходить и ходить сегодня. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. За то, что сегодняшний день провели вместе с нами. Все. Будет новый день, новые видео. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Пока.